Ирбис Ну что, братцы, сегодня тот самый счастливый день для всех нас, величайший и самых великих производителей Ирбисов Привет, дорогие Ну что, как бы, займутся А что ты там, это самое? А куда ты загружаешь? Где мой снегоход? Заглянем в святая святых Добрый день, уважаемые друзья Сегодня Ирбис Моторс начал сборку снегохода SF200 Ребята собирают, он на конвейере Надеюсь, зимой всем этой технике платят Для тех, кто ценит свое время, пушка бомба берем А так начинаем обзор Снегоход Ирбис SF200 Ребята, это модернизация, доработка, обновление Кому как больше нравится Всем нам хорошо известного снегохода Ирбис SF150 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Часть параметров, ребята, остались прежними Но многое изменилось Длина снегохода 275 Ширина 110 Сухой вес 164 кг Гусеница 3030 Ширина 38 Дизайн дело вкуса, ребята Мне дизайн очень зашел Во-первых, все выдержано так стилистически красиво Бампер, видите, изменился Стал черным, был раньше серебристый Как-то все в цвет, все очень-очень-очень классно Переднее ветровое стекло Выросло, значительно выросло От предыдущей своей Версии Не сказать, на самом деле, что оно Сильно защищает и отсекает поток воздуха Но эстетически Снегоход стал смотреться гораздо лучше Более большое стекло Сюда можно поставить от Тунгуса И вот оно, наверное, уже будет Именно отсекать Но визуально мне кажется, что это максимально приемлемый размер стекла И который именно попадает в симметрию снегохода На передней части Появился дополнительный лючок Лючок имеет воздухозаборник К слову сказать, воздухозаборники Появились со всех сторон Воздух заходит в воздухозаборники И вот здесь через жабры Проходит насквозь Таким образом, вопрос перегрева Который был присущ 150-ке На 200-ке Решен Свет на снегоходе YRBIS SF200 Остался тот же Сейчас я докопаюсь до передней подвески Она тоже осталась Все та же двухрычажка Которая стояла на 150-ке К ней, в принципе, не было никаких замечаний Передняя подвеска отрабатывалась шикарно Мягкая Отлично рулится Значит Нижний рычаг В функцию верхнего рычага Выполняли тяги Так все и осталось Из изменений Размер окошка лючка Вырос очень-очень значительно Практически, ну, наверное, раза в полтора От SF150 Что нам это с вами дает? Ну, во-первых, мы можем дотянуться До ряда вещей Не снимая боковой обшивки Например Отрегулировать тягу включения передач Посмотреть щупом уровень масла Отличный доступ К коммутаторам Можем поменять Открутить катушку Можем произвести замену свечи Вот здесь, смотрите Появились на 200-ке Вот такие вот проточки И теперь К тормозному суппорту Будет удобно подлезть головкой То есть, раньше это надо было сделать Рожковым ключом И крайне неудобно Теперь здесь две проточки Молодцы, ребята, продумали На SF150 Здесь был аккумулятор Больше его здесь нет Аккумулятор, ребята Перебрался вот сюда Под седло Где ему на самом деле Гораздо более уютно Так как его не забрасывает снегом И он находится более-менее в тепле Ну, по крайней мере Не в продуваемом месте Маленькая, но важная деталь Которая говорит о продуманности снегохода Вокруг рукояти коробки передач Появилась вот такая вот Защитная окантовка Это очень классно Потому что на 150 При включении задней передачи Мы с вами очень многие Ломали вот здесь вот пластик Подножки сделаны классно Окна большие Очищаются легко Ноги не соскальзывают Ну, все по-моему На задней части у нас Такой же в цвет черный Защитный бампер Крюк И очень немаловажная деталь Которая меня крайне радует Защита Стоп-сигнала Раньше, когда мы Пытались зацепить волокушек К примеру Подъезжали снегоходом назад Пытались попадать Где-то в сугробах На этот крюк Довольно-таки Частой проблемой было То, что Задевали сам фонарь Разбивали его Теперь сверху и снизу Он защищен Размер багажника Несколько увеличился И стал чуть-чуть шире В гусблоке Позитивные изменения Во-первых Изменен угол наклона Амортизатора И теперь его не должно ломать И во-вторых Для его же защиты Установлена ограничительная стропа Которая не дает Сильного хода И тем самым Мы должны защитить Вот этот вот амортизатор Амортизатор Сам по себе Имеет теперь немножко Другой угол наклона Стоит более правильно И в общем Ребята из Ирбиса Заверяют Что ломать его не должно Ну и конечно же Сердце нашего Снегохода Новый мотор С балансирным валом 162 мотор 180 кубов 12 лошадиных сил Ребят Снежек стал бодрее Значительно бодрее Работает ровно Ехать крайне приятно Динамика подрыв Лучше чем на 150 Заметно Для того чтобы Лучше могли Оценить работу Балансирного вала Я закрепил камеру Прямо на рукоять Снегохода Вы можете в это поверить Да он здесь На своем месте Правильно выведен Попробуем завести Шикарно Вот здесь ребят Сделан дополнительный лючок Для удобства обслуживания Предполагается что через него Будет производиться Замена масла двигателя Но если мы повнимательнее посмотрим Сняли лючок И нас встречает глушитель И чтобы добраться До сливной пробки С мотора Нам необходимо Глушитель будет снять Я не думаю Что это удобно Будет сделать Через этот лючок Поэтому ребят Еще раз рекомендую Всем купить насос И этот вопрос Будет для вас закрыт Вот глушитель Под ним будет Лючок Для обслуживания А вот там внизу У нас Вот она Сливная пробка И соответственно Для того чтобы На нее добраться Нужно будет Открыть лючок Снять глушак И потом уже Сливать масло На 150-ках Мотор Лежал так низко К раме Что мы не могли С вами выкрутить Сливной болт С вариатора Здесь этот вопрос Доработан И мотор Приподнят На несколько миллиметров Теперь болт Выкручивается А вот этот Сливной болт С коробки Здесь увеличено Расстояние И теперь Если мы ключом На него дотянулись Его можно выкрутить И он полностью Выпадет Раньше он упирался Непосредственно В раму С управлением Осталось все то же самое Пульт остался тот же Три года Он на 150-ке Отработал Проверен Надежный Удобный Простой Значит здесь у нас Свет Экстренная глушилка Подогрев Ручек Два положения И кнопка стартера Ну соответственно Тормоз Ручник Бачок Вот такая Панелька С Тунгуса Перекочевала На SF200 Под держатель Для навигатора Или телефона Моя любимая Панель приборов Неизменна Она очень информативна Простая И надежна 12-ти вольтовая розетка И замок зажигания Переехали поближе К панели Смотрится хорошо В принципе удобно На правой рукояти У нас ЧК Курок газа И собственно все Бак на снегоходе 10 литров Конечно в зависимости От снега Но в среднем Порядка 100 километров Шикарный снегоход Начального уровня На самом деле Не только начального Подойдет и девушкам И детям И даже людям Которые имеют Уже навыки Управления Этой техникой Вот Валя 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 Посмотрите глубину снега, и посмотрите, какая классная рулевка. Это все на маленьких ищет коротях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы приезжаете на дачу и думаете, чем себя занять. Вот чем, ребят. Посмотрите, какая красота. Это просто что-то неописуемое. Мы не видим в городах снега вообще. Если видим, то только серый. Здесь, ну, это просто кольский, как минимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Снегоход легкий, шикарно рулится. Четырехтактный, не шумит. Едет достаточно бодро. Расход топлива минимальный. Проедет где хочешь разрулиться. Хочешь уже по известному путику, хочешь новый проложи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По паспорту снегоход должен разгоняться до 50 км в час. Мы с вами в следующих видео начнем обозревать уже непосредственно свойства потребительские этого снегохода. Сделаем обязательно заезд на максимальную скорость. Поездим по снегу разному, по укатке, по пухляку. Посмотрим, какие показатели он нам даст. И сравним их с показателями Ирбис ССФ-150. Ну что, братцы, не теряем время. Звоним в Мотокурс, заказываем Ирбис ССФ-200. Этот снегоход будет у вас. Ирбис ССФ-150.